В апреле 2021 года администрация Джо Байдена ввела новые санкции против РФ. В начале июня россияне решили отказаться от доллара в своем фонде национального благосостояния, объем которого составляет 13,8 триллиона российских рублей, что эквивалент 185,8 миллиарда долларов США. Эксперты в США оценили действия России, сообщает американский телеканал CNBC. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в ходе ПМФ-21 в Санкт-Петербурге, что американская валюта в активах ФНБ будет заменена на европейское евро, китайский юань и физическое золото. Видоизменение структуры резервов должно состояться в течение месяца. После этого ФНБ окажется на 40% из евро, на 30% из юани, на 20% из золота, а также по 5% будет у британского фунта и японской иены. По мнению аналитика компании Blue Bay Asset менеджер Тимоти Эша, решение избавиться от доллара является высокополитическим. Он считает, что этим шагом Кремль послал определенный сигнал Белому дому перед встречей в верхах американского президента и российского лидера Владимира Путина. Фактически Москва дала понять, что она ничего от Вашингтона не ждет, кроме новых антироссийских ограничений. Нам не нужны США, нам не нужно заключать сделки в долларах, мы неуязвимы для будущих санкций США. Сделал вывод Эш, оценивая решение Москвы. Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиулина в интервью назвала цифровой рубль будущим финансовой системы России, поскольку это коррелирует с развитием цифровой экономики. К концу года должны подготовить прототип, а тестирование начнется в следующем 2022 году. В свою очередь, экс-работник Минфина США Майкл Гринвальд думает, что это может стать поводом для беспокойства Вашингтона. Россия, Китай и Иран могут создать собственные цифровые валюты центральных банков, чтобы не использовать доллар, а другие страны могут последовать их примеру. Это настораживает. Объяснил Гринвальд, подытожила американская СМИ. Напоминаем, что в 2018 году президент Путин поддержал план российского правительства по дедоларизации экономики. Это произошло после ужесточения антироссийских санкций и других ограничительных и недружественных мер со стороны США. Спустя несколько лет, американские эксперты начали бить тревогу.